Вчера в Варшаве принял участие во встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Массом по приглашению министра. Глава МИДа провел в Варшаве всего две встречи, одна из которых была посвящена проблемам Беларуси. Это говорит о том, что Германия действительно заинтересована в защите прав и свобод беларусов, находящихся под оккупацией нелегитимного режима. Что же мы обсуждали на встрече и о чем мы говорили? Открыто. Чтобы пропагандисты не рвали на себе волосы и не рассказывали нам о придуманных диктатором историях, заговорах и контртеррористических операциях. Главная тема встречи – как содействовать освобождению тысячи политических заключенных в нашей стране? Как помочь репрессированным и их семьям? Как остановить лукомашину репрессий? На встрече я поднял вопросы экономического давления на режим, как одного из инструментов, чтобы остановить репрессии в Беларуси. Говорил о важности политической изоляции диктатора, который не признан легитимным большинством стран мира. Поднял тему правового давления на режим, в том числе расследование в Германии уголовных дел по жалобам граждан Беларуси, подвергшимся пыткам в нашей стране. Подчеркнул, что необходимо признание Германии и Европейским союзом режима Лукашенко преступным и террористическим. Важнейшая тема обсуждения – сохранение независимости Беларуси в связи с возрастающими угрозами нашему суверенитету. Европа также не может больше купиться на трюки диктатора, когда он начнет торговаться политзаключенными. Только освобождение всех заключенных и арестованных по политическим мотивам и проведение честных демократических выборов – вот что может остановить международное давление. Без каких-либо условий от террористического режима и трюков в виде новой конституции или проведения псевдореферендумов. Лукашенко должен уйти. Гражданин Лукашенко всегда отличался своей бескомпромиссной больной мстительностью. Он готов уничтожать беларусов и объекты внутри страны только ради того, чтобы потом в очередном низкопробном фильме по госканалам обвинить какую-либо демократическую страну во враждебном отношении. Он бредит войной, ему везде мерещатся террористы. Но с каждым таким шагом всем беларусам и всему демократическому миру становится только более очевидно, что террорист в Беларуси, уничтожающий людей и объекты, только один – это он сам. Скоро мы узнаем детали так называемой им контртеррористической операции. Наверное, там будет тайный заговор по отключению энергосистемы, возможно, нападение на военные объекты. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы написать сценарий очередного блокбастера. Но это все кино. Жаль, что это кино мы пока еще вынуждены смотреть. Любые демократические изменения в Беларуси диктатор воспринимает как действия, которые угрожают лично ему. Поэтому он организовал канал по переброске нелегальных мигрантов в Евросоюз и стран Ближнего Востока. Сегодня установлен новый абсолютный антирекорд. За одни сутки литовские пограничники задержали 150 мигрантов, незаконно пересекших границу. Завтра их будут тысячи. Или он устроит военные провокации на границе? Что еще ждать от диктатора? Несколько слов про немецкий институт Гёте в Минске, который режим планируют закрыть. Это учреждение, которое очень многое делало для гуманитарного сотрудничества с нашей страной. Помогало деятелям науки, образования, культуры. Помню, когда в бытность работы послом во Франции, МИД Франции обратился к правительству Беларуси с просьбой дать согласие на открытие французского института в нашей стране. КГБ дал абсолютно отрицательное заключение по открытию такого учреждения, которое также как институт Гёте должно было способствовать гуманитарному культурному обмену между двумя государствами. Обоснованием было то, что такие структуры работают не в интересах Беларуси. Помню совещание под руководством на тот момент главы администрации нелегитимного Кобякова с участием первого зампреда КГБ Сергеенко, нынешнего главы администрации, а также министра культуры, замминистра иностранных дел и обсуждение этого вопроса. Тогда особо отличился начальник управления внешней политикой администрации. Он сказал, «Это что вы, Павел Павлович, такое предлагаете? Во французском институте будут изучать французский язык. Это значит, что белорусы выучат французский язык и уедут во Францию?» Я ответил, «Великолепное предложение. Давайте запретим изучать английский язык в Беларуси, чтобы не допустить, чтобы все белорусы уехали в Америку». Закрытие института Гёта – это еще один яркий пример того, до какого абсурда доходит режим. Пока демократические силы Беларуси обсуждают с министром иностранных дел Германии вопросы помощи репрессированным, лоббируют программы для «Новой Беларуси», гражданин Лукашенко тратит последние деньги белорусов на провокации, чтобы обвинить весь мир в желании завоевать Беларусь. Все, что происходило, происходит и будет происходить в нашей стране, он делает с одной целью – ложью, пропагандой, силой продлить свою власть. Не получится, гражданин Лукашенко. В этот раз не получится.